А где полосочка? Где моя полосочка? Она дрожит руками, дрожит. Я имела в виду внутри все, а здесь что я мужу скажу? Он подумает, что у меня любовник. Мужчиночка, дорогой, проходим, не задерживаем нашу очередь. За вами Стас Михайлов. Стасик ждать не любит. Снимаем штанишки, снимаем трусишки и на кушетку яичками кверху. Слушай, а тебя смущает? Мужчина все-таки голенький и яичишки свои принес. Меня уже ничего не смущает и ничего абсолютно не пугает. Ничего нового я там не увижу. Вот если бы ко мне пришел, к примеру, трансвестит, ну, может быть, меня как-то заинтересовало, но более ничего. Обидно, когда про твою профессию рассказывает, вот писечки рвет. Я писемастер. Не обидно, горжусь. Зачем это убирать, если это натурально? Натурально это было еще в средние века. Сейчас это неэстетически, неэстетично и не гигиенично. Волосатые подмышки мужчин – это ад? Это вонь. Мужчины, делайте депиляцию. Зачем так страдать, если можно просто побрить? Бритва того не стоит. Потому что очень краткосрочный результат. Твои клиенты плачут? Нет, они рыдают. Расскажи мне самый интересный случай. Был интересный случай. Значит, интеллигентная женщина, очень культурного, с культурного общества. Бывают такие случайности, очень непредвиденные. Поэтому, когда очень неожиданно мы сделали рывок, женщина произвела пук, обычный пук. На что, чтобы женщина не себя комфортно чувствовала, я говорю, вот видишь, вот ты видишь, как попа меня благодарит? Межягодичка – это как? Межягодичка – это зона анального отверстия. Она входит, эта зона, в зону глубокого бикини. Когда приходят ко мне новые клиенты, очень часто они, когда мы делаем на зону межягодичной складки, здесь устраивают у меня на кушетке целую йогу. Кто-то раком встает на кушетку. То есть получается мое лицо на фоне вот этой вот опы. Кто-то там какие-то позы мне делает. Но это бывает очень смешно. Я так по попе – это так не надо, не надо. Тебе бывает противно? Я бы не пришла в эту профессию, если бы мне было противно. У мастера по депиляции однозначно должно отсутствовать чувство бездливости. Все принимаю, и все это может обработаться. У меня такого не бывает. Но с какашками часто общаешься? Бывает, было и такое дело. И, кстати, бывает часто. Что делать, если у твоей женщины растут усы? Ой, наверное, ее нужно привезти к Елене Юрьевне, однозначно. Вот, и мы решим эту проблему. Но если вас возбуждают ее усики, эта щекотливая ситуация, то это ваше уже. Ну, либо отвезти ее в барбрашоп, да? Да, можно в барбрашоп, да, и сделать уже более укладку. Правда, что для нормальной депиляции в мужской зоне бикини нужна эрекция? Все правильно. И мужчина должен еще и помогать сделать эту эрекцию. Блин, объясни, как это выглядит? Главное, не плюваться. Я всегда прошу, всегда умоляю об этом. Но если что, пожалуйста, пожалуйста, всегда на подхвате, салфетка, все это есть. Ну, такие случаи, они очень редкие, но, кстати, были. То есть, вы все плевались, да? Да, за мою практику более 12 лет было два случая, но мы вместе поржали просто. А три татушечки! Вот, сейчас мы сделаем красоту. Не страшно? Не, не страшно. Ну, тогда все хорошо. Не, я когда тебе яйца принесу, вот тогда, наверное, будет страшно. Не будет ярышки, делать будем смело. Так что, вы будете в надежных руках, Елена Юрьевна. Уберем немножко. Ну что? Все прекрасно. Смелее. Лен, мы знакомы, 20 минут. Смелее, смелее. Слушай, а почему ты меня не предупреждаешь? Ой, 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 ой. А в чем предупреждать? Что будет больно? Тогда точно никто не придет. То есть, такого у тебя нету, типа, раз, два, три. А мне сначала больно, а потом уже приятно. Понимаете? Тебе когда-нибудь говорили, мне было так больно, что я не стану платить? Нет, не было, но была ситуация с девушкой, которая пришла первично на депиляцию и не понимала. Мы немножко друг друга не поняли. Она мне сказала, убираем все. И я провела свою процедуру, на что девушка поднимается, сможет, а где полосочка, где моя полосочка? Как она дрожит руками, дрожит. Я говорю, так, ну, вы же сказали, что полностью все убираем. Я имела в виду внутри все, а здесь что я мужу скажу? Он подумает, что у меня любовник. То есть, такая ситуация была. И я не взяла за свою процедуру денег, потому что я ей уничтожила вот эту вот полосочку, которую она так берегла для мужа. Кто лучше терпит, мужчины или женщины? Мужчины, однозначно. Мужчины, потому что мне кажется, им стыдно, и они хотят мне очень понравиться в этот момент, и поэтому они очень терпеливые, молодцы, респектно. Мужчин много? Мужчин много, и слава богу, они с каждым годом все больше приходят на эту процедуру. Я очень рада. Какая процентовка мужчин и женщин? 20% мужчин, это, кстати, для нашей Беларуси это нормальный процент, и 80% женщин. Как часто мужчины просят депилировать пах? 20%? Ну, 3% из них они просят депилировать пах и зону глубокого бикини, и рыжки туда включаются. Самая неловкая твоя ситуация с мужчинами? Когда мужчина плюнул в меня. Я сначала растерялась, но потом взяла себя в руки и сказала, боже, как неожиданно. Какие клиенты бесят больше всего? У меня, к счастью, таких нет. Но немножко раздражает безответственность. Когда ты приходишь в студию, у тебя клиент, например, записан на 9 утра, ты приходишь в 7.30 подготовить кабинет, все разогреть, все подготовить, а человек тупо спит, что-то он проспал. К сожалению, такое часто бывает. Самый странный запрос в твоей карьере? Самый странный, это когда мне написала девушка, которая хотела, чтобы присутствовал при ее депиляции, ее мужчина. Вот, и я их приняла, и мужчина сидел рядышком на стуле и что-то шерудил в штанах. Это я запомнила, это было лет 8-9 назад, в начале моей карьеры. И мне было, мне такое ощущение было, что я присутствовала на каком-то свингер-плате, честное слово. Это я, я была шок, это был шок для меня, это было. Когда, ну, волос жесткий, его много, конечно, на руке здесь очень болевые. Вот тут можно сделать. Отдельный сосочек, да? И наклеечку потом. Можно. Вот тут вот наклеечку. Блин, мало, во, 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 сделай мне такую вот. Кардиограмма. Кардиограммочку сюда, да, повесим? А мы хотели вот сюда. А, сюда ты хочешь? Под сосок. Под сосок. Ну, лужи нет. Ну, ладно, давай сюда сделаем. Слушай, расскажи нам, как ты пришла в эту профессию? Пришла совершенно случайно, наверное, благодаря своему мужу, который, кстати, на тот момент отбывал, это 12 лет назад, свой срок в местах отдаленных. И ему, с ним вместе сидел осужденный, которому мама передавала всегда очень дорогие сигареты, дорогую колбасу. Короче, передача была на высшем уровне. И мой муж у него спросил, слушай, а кем твоя мама работает, что у тебя такие, ну, дорогие сигареты, Лея, Мальбора. Вот. Он говорит, моя мама мастер по депиляции. Она говорит, где в комписьки дерет. И мой так этим воодушевился, мне пишет, срочит письмо. Ты срочно должна быть мастером по депиляции. Ну, у него своя тема, чтобы я ему дачки такие слала. И вот это было толчком, наверное, еще узнавать про эту профессию. И вот. Сейчас мы немножечко, будет тепловато. Немножечко вот так вот. Ну как, ощущения? Я кашушения, я кашушения, я кашушения. Нормально, нормально. Нормально? А почему нельзя использовать, не знаю, там мед какой-нибудь, еще что-нибудь? Ну, использовать в депиляции сахар. Это шугаринг. То есть есть сахар, сахарная депиляция. Сейчас мы производим, опа, антистресс. А, дослушайте, что так еще. Опа, ах. А можно депиляцию привести под общей анестезией? Однозначно нет. Почему? Потому что я сама и анестезиолог, и реаниматолог, и мастер по депиляции. Все в одном лице. Уболтаю, уговорю, пожалею, подую, приголублю. Из оставшегося воска ты делаешь свечи? Всегда. Нет, оставшийся воск, он утилизируется всегда. Делаешь депиляцию самой себе? Да. Ой, если меня заснять, когда делаю депиляцию, и поставить всю атрибутику, когда я ее здесь делаю, то это очень смешно выглядит. И кричу, и ору, и без бокала нет вокала. А почему мастеры по депиляции не выкладывают свои работы в Инстаграм? Выкладывают. Я принципиально не выкладываю. Шок-контент. Почему? Мне эстетично, когда человек едет в транспорте, и там будут волосатые голые лапки. То есть, ну, немножко к этому отношусь не очень. А какие вопросы бесят больше всего? Сколько ты зарабатываешь? Сколько может зарабатывать мастер депиляции? Хороший мастер по депиляции, со стажем, может зарабатывать смело от 1000 уе. Самый жесткий случай, когда травмировала клиента? В начале моей карьеры, расскажу, делала я девочки перед Новым годом, перед корпоративом, попросила сделать коррекцию бровей воском. Вот. Руки дрожат. Этот шпатель воск наносит. Боже мой. А у девочки вот такие вот, как у Мальвины, нарощенные ресницы, чтобы вы понимали, наверное. Вот. И у меня рука вся дрожит, боже мой, чтобы только не повредить. И у меня капля воска падает на ресницу, на глаз и залипает. Это был самый мой такой случай. Мне пришлось оплатить девушке коррекцию ресниц, вот. Выдергивать ей эти ресницы маслом, но это было трэш, это было трэш. Что тебе больше всего нравится в твоей профессии? Мне нравится то, что я нужна людям, то, что я делаю красоту, несу позитив. Вот. Даю уверенность своим девушкам и мужчинам. Вот. Общение. Потому что мои клиенты самые лучшие, самые оригинальные. Вот. Я их всех люблю. Спасибо. 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 Спасибо.